Добрый день! С вами Алик Пухаев и Мага Зодиаков. И сегодня мы будем обсуждать пост нашего интеллектуала-товарища, известного под ником Illinois. Да, здравствуйте. Ну, по-моему, это был отличный пост. В принципе, то, о чем говорили многие довольно-таки красивым языком, вписанное в контексте, так сказать, эпохи, все расписано. То, о чем в бастинской среде не принято говорить. Давай для наших слушателей поясним, что мы ссылку на пост оставим в описании обязательно. И пост посвящен двум историям. Историям решения Зураба Макаева идти в Москву и вторая... Петербург, прошу прощения. И вторая история, это история трагедии Маттеса на Коева и вообще Южной Осетии. Да, ну, здесь абсолютно тоже правильный взгляд. В принципе, у Осетин действительно не было много перспектив. Да, когда, так сказать, встал вопрос перед Осетинским обществом о том, какую мировую державу до времени поддержать, кому присоединиться. Выбор здесь был вполне очевиден. Россия, это на тот момент... Это для нас с тобой очевидно, но Иллинойс пишет, что на тот момент, момент жизни Зураба Макаева, он вообще был неочевидным. Учитывая, что король Грузии... Царь Грузии, да. Нет, смотри, я думаю, вполне себе, что для самого Зураба, в силу того, что он прекрасно представлял себе расклад сил того времени, он жил при грузинском царе, он прекрасно разбирался в обстановке того времени, выбор для него был все же очевиден. Ну, а вот смотри... Может быть, это было неочевидно для общества, в целом? Ну, что мы здесь понимаем под общество? Понимаешь, кто здесь общество? Нет, смотри, я, возвращаясь к царю Грузии, да, в ближайшее окружение, которое входил Зураб, да, ведь он тоже поставил на Россию, это закончилось очень плачевно. Ну, словно, я не знаю, со взлагательного наговорения, что называется, он поставил на Россию по определенных условиях. Ты же тоже понимаешь, что когда Зураб вместе с остальными пришел в Петербург, они же там очень долго находились, потому что был не совсем понятен их статус. Это же еще выясняли этот вопрос. Это не то, как вот сейчас мы себе это представляем, пришли там какие-то... Выбрали мы себе каких-то представителей, они поехали договариваться вот с царицей. Она ВКонтакте пробила кто-то, да? Да, это довольно-таки сложный момент, тем более, допустим, в самом Петербурге было не совсем понятно, что такое Осетия как таковая, и с чем ее едят, насколько это единая страна, насколько там... Ну, насколько население, что там вообще происходит, это же было вообще неочевидно. Плюс... Тут еще был такой вопрос, что там Грузии доказывали то, что там... Это и Лассалы, короче. Кабардинцы доказывали то же самое. И это все было очень очевидно, с этим нужно было разбираться. И вот они и разбирались. Плюс еще здесь контекст эпохи, очень сложное... очень сложное международное положение. Потому что Турция обладала большим влиянием, Персия обладала большим влиянием. И все вот эти телодвижения в России, они воспри... в этом регионе, на Кавказе, на Северном Кавказе, воспринимались очень негативно. И сами русские боялись там провокаций. То, что... будет просто спровоцирована там очередная война или еще что-то вроде... Что периодически происходило. Но... Все же Зураб, он смог так-то пролавировать, да? И в итоге мы там, где мылись. Ну, если честно, меня больше заинтересовала как раз таки вторая история. Это трагедия Мате Санакоева, которого откровенно слили большевики, в том числе и осетинские большевики, слили грузинские провокаторы из большевистской партии. Смотри, я об этом много писал, но, естественно, я тоже не был первым, кто об этом писал. В принципе, эту тему с восстанием, да, ее уже в 80-х уже рассматривали под другим углом. Там, Ланчо Чиев, я помню, про это писал. Я думаю, если поискать какие-то выступления, там, я думаю, многие про это писали. Дело в том, что у нас есть большой такой большевистский красный нарратив, да, что вот есть меньшевики грузинские, есть те, которые плохие, там, осуществляют геноцид, есть хорошие красные большевики, которые против всего этого борются. Это очень упрощенная картина, и она была целенаправленно такой сделана, то есть она была, вот этот маленький эпизод, он был вставлен в более шокий нарратив, общероссийский там, да, большевистской борьбы, да. То есть 70 лет эта пропаганда нашла, и наш эпизод, он был вписан в этот большой нарратив. Но там не совсем все так, как мы привыкли на это смотреть. Действительно, несмотря на то, что у нас очень мало источников, очень мало документов до эпохи, и, к сожалению, пока еще нет исследователей, которые целенаправленно заняты по этим вопросам, то есть профессиональные историки, мы можем уже делать, да, какие-то выводы. Сейчас, конечно, любому человеку, который будет это рассматривать, очевидно то, что восстание в Южной Осетии, которое, к сожалению, привело к геноциду, оно было спровоцировано большевиками. И когда мы говорим, даже сейчас эти абсолютно очевидные для нас истины, мы встречаем некое неприятие, потому что как это так, это значит, что вы оправдываете грузинский геноцид. То есть, значит, их спровоцировали, и вот, да. Давайте просто отделять мух от котлет. Если событие произошло, то мы должны его рассматривать именно таким, каким оно было. Опять же, в этом же посте прекрасно показано, как Джатиев, тогдашний большевистский, астинский большевистский лидер Александр Джатиев и Маде Санакуев, у них фактически произошел спор. То есть, военное крыло и политическое крыло юго-остинских повстанцев, они не могли прийти к единому мнению по этому поводу. Потому что очевидно, что у астинской бригады сил было очень мало. Это было очень ограниченные возможности, мало оружия, мало боеприпасов, мало людей. Но, несмотря на это, Маде Санакуев хотел брать горе. Да, у него был свой план разработан, и все было красиво. И вполне, это был вполне реальный план. Судя по всему, это был вполне реальный план. Но обещанной поддержки, судя по всему. Нет, но проблема там не только в обещанной поддержке. Проблема в том, что они взяли с него письменное... Письменное обещание, что он не будет за территорию износить и выходить. Да, ну это, понимаешь, это, что называется, гарантия. Судя по всему, то, что у них не было единства во мнениях, привело к таким-то формальным вещам. Мы сейчас, мы живем, мы не можем понять, что там толком конкретно происходило. Мы можем только в какой-то мере реконструировать, что происходило. Судя по всему, там велась дискуссия, там был спор. А это был спор очень важный, это был спор о будущем Южной Осетии. То есть, коротко, если возвращаясь к мысли, то есть, грузинские большевики, в том числе и аржионикийцы, дали южно-осетинским большевикам возможность думать о том, что у них будет поддержка, если создадут южно-осетинскую автономию. Причем автономия создавалась... Не автономия. Перед ними ставилась конкретная задача, провозгласить советскую власть. Они в джаве или в руки въедет? Руки, да. Потому что, девчебова защищать. Значит, они, собственно, должны эту задачу выполнить. Но дальше что? Что дальше? Дальше, очевидно, был бы тот процесс, который произошел позже. То, что мы называем большевизация Грузии или Грузия, насколько я помню, называется советско-грузинский конфликт, там советская оккупация и так далее. То есть, произошло бы некое решательство. По факту, да, действительно, эту бригаду спровоцировали, оставили... Один на один? На один на один с превосходящим, очевидно превосходящим по всем параметрам противникам, что описано в мемуарах главы этой Народной гвардии грузинской, Джугели, Валико Джугели. И осетины потерпели поражение, отчаянно сражались. Все это тоже прекрасно описано. Но это поражение дало повод грузинам, имеется в виду, грузинским инширикам, начать этнические чистки. Это тоже прекрасно в Джугели описано. Он же там рассказывает, как они там сожгли несколько деревень и потом сидели, любовались, как там ущелье горит. И сравнивали это с пожаром в Александрии. Вот. И что тут надо сказать? Дело в том, что вот эти события под этим углом, с этой точки зрения, они практически неизвестны в Осетии. То есть они рассматриваются с точки зрения большевистско-меньшевистского противостояния, а этнический национальный фактор из него убирают. Я тебе больше скажу. Понимаешь, современный осетинский исторический миф, то, как мы смотрим на нашу историю, он во многом еще большевистский. Он во многом еще коммунистический и пронизан, пропитан духом коммунистической идеологии. И это не только у Осетии, это везде в России, на Кавказе то же самое. Те же ягуши, они живут нарративом того, что это часто можно встретить в публикациях о Владикавказе, как одна из причин, по которой Владикавказ должен был принадлежать им, это то, что они помогли большевикам защитить город от... Меньшевиков. От белых, да. От белых, да. От белых, да. От белых, да. От белых осетинских банд, казачьих и белых осетинских банд. Как-то так это было сформулировано. От Эльбурза-Местулова? Ну, скорее от Мечерахова. Мечерахова, да. Тоже легендарный человек. Да. Вот. То есть, здесь все пронизано еще этой коммунистической идеологией и еще исследования такие нейтральные и глубокие исследования еще только ждут. Ну, слушай, это же, ты представляешь, вот, ну, это все равно что-то взяли таким острым и страшным ножом и по всему Кавказу прям вот и сцарапали его. Конечно, здесь эти раны будут доживать, наверное, там сотнями лет, учитывая, что память народа стала гораздо больше, благодаря интернету, сохранению информации, да, возможностью переосмыслению этой информации, фрустрации, да, которые погружаются в народы. Ну, есть такие целые институты, так называемые институты национальной памяти, которые там из Восточной Европы, насколько я знаю, по-моему, даже в Випрославии что-то такое есть. Да, ну, в идеале, конечно, было бы неплохо, чтобы и мы что-то такое создали. И вообще, чтобы, так сказать, не большевистский нарратив, астинский, он получал бы все больше и больше распространения. Ну, слушай, я сейчас насчет создания такого института мне страшно говорить, потому что опять-таки… Да, почему хотя бы исследовательская группа… Ну, даже исследовательская группа опять будет пронизана красными идеями, понимаешь, и красными мифами. Ну, что называется, мы должны этого не допустить. Ну, на нас стоит такая… Ну, даже, понимаешь, когда… Ну, все-таки надо признать, да, Иринойс – это один из… Вот в ЖЖ были такие какие-то блоги, да, которые… Филиграммы, да, Иринойс – это один из тех каналов, которые сейчас… Про которые сейчас говорят все, да, более-менее… Те, кто погружены в какую-то интеллектуальную деятельность в Осетии. Да. И, ну, когда он, обладая таким авторитетом, да, пишет про Сталина, ну, что он является, в том числе, палачом для нашего народа, откровенно говоря… Ну, Сталин… Тут надо справедливости ради сказать, что Сталин был палачом не только наших народов. Нет, это понятно, ну, да. Мы же говорим сейчас о многих народах. Ну, Сталина, понимаешь, это такой главный такой нерв постсоветского пространства, наверное, там… Ну, нервы, по-моему, остается только сейчас на Кавказе, в Осетии, в Дагестане. В Вайнахе все-таки… Ну, понимаешь, у Вайнахов все же есть вот этот… Знаешь, миф о Сталине, то есть миф о рай жизни при Сталине, у них перекрывается депортация. То есть можно что угодно говорить про индустриализацию, там, коллективизацию, победу в войне, но у них есть иммунитет к этому, потому что у них есть коллективная память о депортации. И это то, что дает им возможность не жить внутри большевистского мифа. Да, я об этом говорю, что даже когда Иллинойс пишет об этом, даже у многих людей вдруг, которые уже признали, что это один из лучших интересных каналов, даже у них начинает вот на этом фоне их прямо ломать. Как он так написал? Ну, здесь очень глубоко, я же говорю, здесь большевистская пропаганда проработала и в Осетии, и на Кавказе. Они проработали очень хорошо, очень глубоко, они прекрасно понимали местную специфику. Сталин вообще прекрасно понимал, как здесь что, у него есть и работы по национальному вопросу, и вообще сам именно в ранней большевистской партии он именно позиционировался как специалист по национальному вопросу. И он прекрасно здесь все знал. Это его регион, это его родина. Кавказ для него был как раскрытая книга. Для него был грузинский результат, как Кавказ. Ну смотри, да, он был конечно грузинский, но нельзя сводить фигуру Сталина только лишь к какому-то там грузинскому местечковому шовинизму. Это к этому не сводимо. Ну в целом, конечно, да, это был грузин. Это вообще известно, что создавая такую большую советскую империю, внутри нее он создавал грузинскую мини-империю. Это Мазар Афрослав писал. Об этом писал еще Сахаров. То есть это все, то есть та же иерархия народов, то все то же самое, только в маленьком масштабе. Но, опять же, к вопросу о Макаеве, к вопросу об историческом выборе, когда страна посыпалась, те же русские, они не начали там тотальный геноцид всего и вся вокруг себя. Грузины, к сожалению, пошли по этому пути, пошли против Абхазов, пошли против Астин, греки. Армяне, азербайджи. Армяне, там геноцида Кашин, там тоже было. В Асакалаке были большие проблемы. Да, да, там тоже были очень большие проблемы. То есть все просто по периметру обострения со всеми. Слушай, элементарно, да, вот насколько грузинский политический глупый народ, да, это же показывает события в Абхазии, когда изначально армянское население, но не было сторонников вступать в абхазо-грузинский конфликт. Ну, тут, наверное, смысла народ винить нету, потому что, да, лидеры все же. Нет, народ рождает лидеров, понимаешь, когда надо это все-таки понимать, что если у вас… Подожди, подожди. То ты говоришь вопрос, народы рождают лидеров, да, и тогда твой тезис о Сталина не повисает. Значит, за действие Сталина вина должен раскаиваться народ, который его якобы уголал. Нет, я не говорю, что раскаиваться не должен, я опять-таки не обвиняю народ, но тот факт, когда в истории появляется кровавый тиран, да, просто в какой-то момент народ оказался слишком гибкий и принял вот эти кровавые, ну, согласился на эти кровавые слова. Ну, очевидно, там, допустим, в контексте Южной Осетии, очевидно, что грузинский народ поддерживал, ну, в основной массе своей, поддерживал то, что делал там Самкурдей и Южная Осетия. То, что делал Жордания. И тот же грузинский народ поддерживал то, что делал уже Шпарнадзе по Бхазии. Ну, а давай двадцатый год вспомним, они что же поддерживали это? Ну, да, скорее всего, да. У нас такой более ясной картины нету в силу. Да, тут нету претензий к конкретному грузину. Есть претензия именно вообще к мысли, да, которую рождает целый народ. Вот, и вот абхазский конфликт – лучший пример того, когда вместо того, чтобы армяне была очень серьезная сила в Абхазии, и вместо того, чтобы перетягивать ее на свою сторону, грузинские боевики зашли в армянские села и стали чинить там жесткий бескритетел. Настолько, что армянам пришлось формировать отряд Багратиони и Баграмяна. Да. И они и включаться в конфликт, хотя грузины сто процентов выигрывали бы абхазский конфликт, если бы они не трогали армянское насилие. Да, я думаю, здесь выгнение бы не может. Ну, это же говорит о очень стратегической глупости. Ну, понимаешь, я просто не думаю, что на тот момент Шаварнадзе прям так контролировал действия тех отрядов, которые сражались в Абхазии. Во многом они были автономными и каждый делал что ему было угодно. Тут, по-моему, такое единое командование очень слабое. Когда ты распускаешь уголовников и даешь им оружие, да? То, о чем ты говоришь, это эпизод из ранней югостинской истории. Тут это чуть другое. К тому моменту, то есть, несмотря на то, что между этими событиями все больше пару лет, это две абсолютно разные события все-таки. Ты должен понимать, что когда события входа грузинских милиционеров скипал, это не совсем то же самое, что воды грузинских войск в Абхазию. Потому что тогда еще была советская власть, по факту еще была, да? Еще было единое, они воспринимали себя все люди по обе стороны пока еще, как представители, единого пространства, правового, да? И оружия еще столько не было у населения. То есть, грузины, когда вошли с Хинвал, там у него максимум что-нибудь было, там автоматы, там, пистолеты, собаки, да? Ну, у Астин и этого не было, понятно, были ружья только. Но, а в Абхазии это уже, ну, это уже хорошо, там танки вошли, насколько я помню изначально. По факту Сухум был, ну, его даже не брали. С Сухума сразу все Абхазы были выдавлены, они были в район, в более северной территории. Мы в Гагрополе. Да. Да. Ну, здесь можно долго сравнивать, конечно. Это все-таки, да, это событие и разных масштабов, и разного контекста. И все-таки, будем честны, война в Абхазии, сводить ее к грузино-абхазскому, там, к грузино-абхазскому противостоянию, допустим, как это было в случае Южной Осетии, Грузино-Астинское противостояние. Тут в Абхазии это не совсем сводится, потому что, по факту, против Грузии тогда воевал целый конгломерат там. Кабардинцы. Да, Кабардинцы, Чеченцы, Астины, да, то же самое Парпадку, да. То есть, и Северная Астинь, и Бозуцев там воевал. Вот. Ну, слушай, я забыл, как эта организация называлась, но не Конгресс народов Кавказа. Конфедерация народов, да, она там называлась Кавказская конфедерация. Да, да. Ну, была такая организация, да, вполне себе авторитетная для своего времени. У нее был определенный тоже потенциал. Ну, так сказать, ну, сейчас, когда РКНК создавали, во многом опирались на опыт Кавказской конфедерации, но уже без всякой вот этой… Без боевого крыла. Да, без боевого крыла. Более таком, в русле, так сказать, современной российской идеологии. Возвращаясь к посту Иринойса и выбору Зураба Махкаева, да, то есть, выбрав, если бы он выбрал не ту сторону, не подошел бы прагматично к выбору российской стороны, да, у нас бы сейчас была бы кровавая баня, как я понимаю. Ну, это, знаешь… Созлагательство. Да, это вопросы каких-то исторических реконструкций, но если мы рассуждаем о, допустим, о том, как наша сложилась бы судьба, скажем, в Турции, мы можем посмотреть на куртов, да, насколько им комфортно жить в Турции. Ну, все же в России, да, несмотря на все вопросы, у нас есть какая-никакая, но в своей республике мы имеем возможность развивать свой язык. Да, с этим постоянно борются, Кремль периодически, так сказать, наносит удары по, так сказать, нашей автономии, но в целом это гораздо лучшее положение, чем положение, там, опять же, тех же двух функций. Да, и мы сейчас просто подходим к этому так же рационально, как должен был подойти к свое время Матеса на кое-как. Да, да, естественно, он не знал, к чему это приведет себя в будущем, он этого не мог знать, но, в принципе, его выбор, я считаю, был вполне себе правдан. Нет, у него была идея шикарная, взять горе, это, по-моему, это если… А, ты про Матэ говоришь, да? Да, я про Матэ сейчас говорю, идея Матэ взять горе, это… Человек, фактически, мог на тот момент просто грудью расколоть и… Ну, тогда, да, с точки зрения логистики, транспортной, тогда Грузия раскололась. Да, другой вопрос, что пришли бы боевики, большевики и шили бы ее обратно. Ну, а куда он мог это даже знать? Ну, нет, я думаю, что это, по-моему… Опять же, на мой взгляд, это было очевидно, что большевики в любом случае будут строить единую Грузию, учитывая, насколько был силен грузинский фактор среди большевиков. Понимаешь, ты сейчас рассуждаешь с точки зрения национальной, они так не рассуждали, они рассуждали с точки зрения классовой. Ты думаешь, грузинские большевики рассуждали с точки зрения классовой? Ну, в крайнем случае, большевики, в целом, им было свойственно рассуждать так. Я понимаю, что… Слушай… И они не были свободны от всякого шовинизма, что… Не, ну послушай, когда у тебя в Южной Осетии при 67% населении осетин, осетины становятся 99-95%, то есть количество репрессированных осетин достигает 95%. Да. Когда в Абхазии против Абхазии идет именно репрессии 37-го года грузины используют для того, чтобы, извиняюсь, зачищать Абхаз, о чем было немецкое исследование? Да, я понимаю, я помню, о чем ты говоришь, но… Да, извини меня, у меня возникает вопрос, что у грузинских… скажем так, грузинские элиты играли в большевиков ради грузинских интересов? В какой-то степени да, в какой-то степени нет, я не думаю, что там было все так равномерно. Но даже защищая, допустим, астинскую интеллигенцию и так далее, мы же не можем сказать, что не защищалась и грузинская интеллигенция. Грузинская интеллигенция не защищалась. Да, защищалась, конечно. Просто, так сказать… Масштабы были меньше. Ну, масштабы и в целом, так сказать… Представь, у нас есть там две группы создателей грузинской имени империи. Одни красные, другие менее красные, розовые, другие там вообще коричневые. И помимо того, что они в целом все работают на одну задачу, они еще борются между собой. А так, да, меньшевистская Грузия, большевистская Грузия, какая угодно Грузия. А сила была сначала Грузия. Да. Всегда, конечно, скажем так, для осетинской автономии там места мало. Для осетина, да, есть место при условии, что он станет грузином. При условии, что он перестанет быть осетином. Ну и, соответственно, перестанет быть осетином. То есть, как перестали быть сваны, как перестали быть пшавы, херсуры. Ну, все же их, они воспринимают, грузины картелы, воспринимают там сванов. И они их воспринимают в рамках грузинства. То есть, как грузинский суперэтнос. А осетины, как народ, очень сильно, резко отличающийся от грузин, все же воспринимаются чуть-чуть по-другому. Осетины воспринимаются все еще в национальной памяти грузинской. Они воспринимаются... И особо. Ну да, и особо в том числе. Они воспринимаются в контексте северной автвозы, да. Что вот мы тут мирные паши, сеем. А с гор приезжают... Девы ходоки, да. Да, с гор приезжают, значит, страшные люди, варвары. И тут уничтожают... Ну, это люди у просветения. Это вот... Лек Буба, да. То же самое. Ну, это в широкий контекст угрозы севера. Северная угроза. То есть, они приходят, тут нас обижают. Мартин писал про Грузию, получается, свою. Песню «Дай пламени». Ну, Мартин, я читал его в блог ЖЖ. И он говорил то, что, описывая датракийцев, он имел в виду в том числе и Алла. Я помню, даже какой-то пост у меня был на эту тему. Да. Слушай, ну, смотря на датракийцев, как-то нелестно становится. Почему же? Ну, абсолютно дикие. Ну, а чего стесняться от дикости? В XVIII веке вообще дикость, естественный человек. Это вообще был предмет культа. То, к чему должны были стремиться люди. Кстати, вот на эту же эпоху попадают освоения России и Кавказа. Всякие замечательные путешественники ездят, описывают. И восхищаются. Да, кавказцы. Кстати, вот на эту тему нам тоже стоило бы один раз поговорить. Насколько… Что кавказцы смотрят на самих себя глазами русских писателей. Да. И писателей, путешественников, да. То есть, понятное дело, что мало кавказцев видели своих прадедов. И почти никто не видел своих прадедов. Разве что какой-то уникальный случай. И поэтому, да, они реконструируют свое собственное прошлое через то, какими глазами на них смотрели. Кстати, я где-то читал, британские путешественники об этом и говорили, что мы… ну, мы… они про Индию это писали, что мы просто меняем их… не взгляд, их сознание, да, через… через наши уроки истории. Ну, по факту, англичане-то и создали единую Индию. Ну, ее по факту и не было, да. А Индию, как и нас, да, так-то не воспринимали друг друга, как часть единой общности, никакого не было. Да, но еще вопросы, кто собирал Махабхарату, там, реветы… Ну, кстати, это вопрос и Кавказу, насколько до прихода там России кавказские общества, да, кавказские народы воспринимали друг друга, там, допустим, астины воспринимали друг друга как единая общность, насколько ингуши воспринимали друг друга как единая общность. Это все очень не очевидно. Это вообще не очевидно, если почитать, как два села уничтожали друг друга просто. Ну, смотри, это, наверное, вопрос такого более широкого подкаста. Я тебе просто скажу, что ключевая роль в том, что Осетины довольно рано, у них довольно рано по какасским меркам появилось национальное самосознание, являлось то, что равнинные села осетинские, они создавались людьми из разных ущельев. Ну, замешивал. Это были большие села. Вот у нас вот сейчас перед тобой висит карта Северная и Южная Осетия, и ты можешь увидеть, что в Северной Осетии мало сел, а Южная Осетия прям хутора все, с селами покрыты. Но при этом северо-осетинские села, они большие, а юго-осетинские села, они всегда были довольно-таки маленькие. Сейчас они еще меньше, но туда там живут 3-4 семьи. Кстати, мы с тобой об этом говорили, я тоже думаю, что нам стоит записать отдельный подкаст, а именно схожесть вот расселения в Южной Осетии и в Ингушетии, и в связи с этим схожесть каких-то поведенческих... Ну, Ингуши вообще видят в Южных Осетии на отражение себя, и поэтому такой яркий антагонизм между ними. Я просто не раз слышал разговоры о Ингушетии, типа вот с сибирянами, короче, можно как-то найти общий язык, а с этими вообще никак. Это, короче, не вариант полный. Ну, на самом деле Южные Осетины и Ингуши в каких-то моментах ближе друг к другу. Это очень жесткая реакция как со стороны Ингушетии, так и со стороны Южных Осетин. Возможно. Ингушетия и прошу осетинам и Ингушам, если вы вступаете в полемику у меня в комментариях, то прошу просто сохранять достоинство и быть культурными друг к другу. Ну, мы все кавказцы, мы должны кавказскую выдержку показывать, хотя бы в дискуссии. Да, это, если у вас есть желание что-то кому-то доказать, то никто никому ничего не докажет. Вы просто будете друг другу писать градости. По-моему, это очень неразумная трата времени. Если вы верующий человек, то лучше уделите это время Всевышнему. Если вы не верующий человек, атеист, то... Уделите время Докинзу. Да, Докинзу, да. То есть, будьте проще, ребята, и спокойнее. Вот, сегодня у нас получился очень длинный, путанный подкаст. Ну, потому что, опять-таки, текст очень сложный. Кроме того, подкаст – это разговор, это же не передача. Это разговор, то, как он происходит, он происходит вживую. Даже не надо вот это все вырезать. Да, это простая речь. И поскольку у нас разговор двух культурных людей, прошу, чтобы и в комментариях тоже были беседы культурных людей. Меня это искренне рад. Люди могут аргументированно друг другу объяснить, где-то согласиться, где-то нет. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь. До свидания.